У садоводов началась жаркая пора. Они убирают ранние сорта персиков. В предприятии села Конгас три рабочие бригады в день. Каждый человек собирает по 400-500 килограммов фруктов. Урожай немного ниже прошлого года, но он полностью окупит себя, отметил руководитель сельхозпредприятия села Конгас Григорий Сабья. Попытались реализовать на местный рынок. Пять дней вроде бы шло, там по семь лет, а цена такая более-менее. Но из-за того, что в штефом воды уже начал поступать персик, и рынок уже обвалился. Поэтому приняли решение реализовать носок по 3,50. Цена на урожай этого года начинается от 3,5 леев. Реализуется он на местном рынке. Сейчас де-факто экспорт отсутствует. Хотя у нас имеется и сертификат глобал, но тем не менее стандарта мы не имеем для реализации на экспорт. Вот пытаемся на местном рынке реализовать атаку. Несмотря на то, что сады практически не приносят прибыль, руководитель сохраняет их, чтобы у людей были рабочие места. В дальнейшем планируем заниматься персиком, как таково, не для высокого дохода, но для того, чтобы занять людей. Потому что отправлять людей у нас работает 120-130 человек, все их домой. Я думаю, это чисто, чтобы окупил себя. Но я думаю, в этом году персик окупит по нулям. Это чисто просто занять людей, создать рабочие места. Многие люди давно работают в предприятии и отмечают, что молодежь практически не приходит трудиться на полях. Условия труда хорошие и зарплата тоже. В этом году урожай, конечно, намного ниже по сравнению с прошлым, но ничего, слава богу, пытаемся собирать то, что уже выросло. Молодежь, конечно, на поле не тянется. Тут только предпенсионные и пенсионеры. Год засушливый, с погодой связано, нет дождей. Если было бы дождь, лучше бы урожай и качественное. Ну, пока нормально. Пока идет, как погода позволяет, мы так и убираем. Есть рабочие, зарабатывают нормально. Плодят ежемесячно, все нормально. Люди довольны. Вот кончили уборку первой группы. Сейчас переключили сразу сюда. Ну, как говорится, надо и это убрать. Это все у нас. Совместно мы вместе работаем мессером. Это, как говорится, надо соблюдать все. Дай бог здоровья всем. Дождь и прошлогодние урожайные. Слава богу, спасибо этому. Через пару недель в предприятии начнут собирать сорт перстикла «Редхевен». Его урожайность до 7 тонн с гектара. Сельхоз предприятий выдает фрукты людям на каждую квоту по 10 килограммов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.